Мила Ёлович, американская актриса голливудского происхождения, в гостях у Европы Плюс. Боже мой, какая ты красивая! Привет! 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 У меня пришел, я не пришел! Что ты делаешь? Я в пробке сидела! Это нормально, садись, пожалуйста. Привет! Привет! Друзья, все в трансляцию, какая Мила красивая. Спасибо! Немножко уставшая. Устала. Но только вчера вечером поздно пришли, и сегодня рано утром начинали, и завтра рано утром уже обратно в Лос-Анджелес. Да ты что! Да, ну это весь пресс-стор так быстро, ты знаешь, идешь в Китай или в такие странные, очень далекие краи. Да. На один день, на одну ночь. Мила. Кто идет в Москву на одну ночь? Мила, держись. С нами гениальный переводчик Андрей, приветствуем тебя. Добрый день. Мила, если тебе вдруг тяжело или некомфортно, мы можем перейти на английский. Если хочешь, можем по-русски. Ну ничего, мы посмотрим. Но Андрей, если я перейду на английский, он скажет по-русски. Супер, отлично. Тогда начинаем болтать. У нас минут 20-30 в запасе есть. Мила, прошло сколько? Пять лет, наверное, с нашей последней встречи. И, может быть, ты уже не помнишь. Мы разговаривали на тему обители зла по предыдущей части. Вот. И расскажи, пожалуйста, за эти пять лет, что произошло? Мы знаем много событий, много приятных, интересных. Поделись. Со мной персонально? Да, да, да. Боже мой. А эти пять лет, ну что случилось? Ну много. Работала, еще ребенка родила. Ну, этот фильм сделала, пару еще в фильмах сделала. Еще пару фильмов. Этот и еще пару. Да. Ну мы говорим про этот. А что за пару, конечно, интересно. Ну, не такие большие, конечно. Интересно, все равно. Все равно. Ну, всегда что-то. Всегда, никогда. Never a quiet moment, как сказать. Давай, переводи. Нет в жизни тихого момента ни одного. Это же прекрасно. Только в самолете, перелеты, да, ты успеваешь отдыхать. Ну, где-то немножко, да, потому что я прихожу домой, уставшая после самолета, и две девочки. Моей старшей дочке девять и младшей двадцать один месяцев. Двадцать один месяц. Мама, мама, мама. И я, и не я. И я с одной, и другая плачет. Ну, ты знаешь, это вообще пешеное было. Старшая уже совсем взрослая стала. Все, уже снимается в кино. Серьезно. Это вообще, я как мама, я так радуюсь, когда я смотрю на нее, и когда она была с нами на съемке. Это вообще для меня быть с мужем и с дочкой. Это было как dream come true, как сказать. Мечты сбываются. Ну, подожди, Мил, а ты была действительно рада, что дочка уже попробовала себя как актриса? Или ты хотела продлить ей детство? Не надо работать? Не надо, не надо? Ну, знаешь, я не понимаю продлить детство. Потому что в многих стран дети где-то работают очень рано. И на фермы, и что-то. Но она актриса, это немножко получше. И она будет иметь childhood. Но я тоже очень рано начала. И все равно, ну, конечно, какие-то люди скажут, ну, у нее не было childhood. Или как сказать? Детство. Детство. Ну, не знаю, как по мне, я имела детство, но тоже карьеру начала. И моя дочка, она очень, она уже годами говорила нам, что она хочет быть актрисой. Когда ей было 5 лет, она сказала, мама, я хочу быть актрисой. Я думала, ого-го. И сказала, ну, нужно тебе читать. Научиться читать в первую очередь. Сценарии. Что угодно. Наша Таня громко плачет. Нужно, чтобы ты читала. Это же наше детство. Таня, ты уронила же в речку мяч. Это же сразу триллер. Секотаю. Не хочешь. Ну, нужно сказать, что... Ну, и она работала над этим. И потом она начала acting class, как сказать... Школа актерского мастерства. И она такой фокус имеет. И она такая рада, когда она делает... Ну, что я могу сказать? Нет уже. Поздно. Она уже актриса. Она актриса? Что можно делать? Ее роль вы можете наблюдать в последнем фильме «Обитель зла», последняя глава. Очень неплохо сыграла и... Неплохо? Похоже, да? Очень неплохо. Великолепно. Великолепно. Вообще. Она имеет больший диалог, чем я, чем кто другой фильм. Это смешно, кстати, да, да, да. Что она говорит в фильме больше, чем Мила. Ну, да. Но я сколько? Пять слов говорю. I'll kill you. Я тебя убью, да. Мы хотим отметить, что вы действительно как... Ну, две копии. Очень похожи она на тебя. Безумно. Ой, спасибо, спасибо. Мила, скажи, а во сколько ты начала сама сниматься? Сколько лет тебе было, когда ты первый раз снялась в кино? Мне было... Одиннадцать. Одиннадцать? О, значит, у тебя дочка круче, чем ты еще, получается. Да, намного. Но должно быть. Да. Это было бы очень как неудобно, если бы она не была крутая, как я. Нет, ну она же какая-то у нее диалоги. Друзья, крутая Мила Йовович в гостях на Европе Плюс. Мой русский не очень хороший. У тебя офигенский русский. Офигенский. Мы продолжим совсем скоро. Мила Йовович на Европе Плюс. Проговаривать, выговаривать. Да, ну это слов мне не нравится. Это очень здорово, что тебе сложно. Мы же это все видим и слышим. И это драма. Сразу же конфликт. И мы преодолеваем его. И мы испытываем катарсис. Ты нас очищаешь. Мила, мы продолжаем эфир. Несмотря на то, что на радио у нас не слышно, мы идем в видеотрансляцию на сайте. Вот. Поэтому мы можем задавать вопросы и можно так же отвечать. И нас слышно будет через сайт. Все как вы хотите. Ну, можно выдохнуть. А со мной вопрос. Один из двух вопросов основных. Обитель зла 7. Будет, не будет? Не будет или будет? Не будет. Не будет. Все. Ну, бог знает. Может быть, через 10 лет дочка будет. Красная королева. Опять же. О, ребята. Давайте еще что-нибудь. Не, ну на самом деле достаточно 6. Мы даже этот фильм, серию фильмов прозвали по-русски шестилогия. Ну, это Джем придумал название. Просто ходят слухи, что сейчас вышла последняя глава и будет самая последняя глава. The final chapter. The finalist. The finalist. Ну, нет так нет. А что с сериалом? Еще ходили слухи, что будет сериал. Или он уже идет? На телевидении? Уже много лет они говорят, что сериал сделают. Ну, никто не делает, я не знаю. Я никакой скрипт не читала. Друзья, безобразие, надо делать сериал. Надо делать. Ну, было бы интересно, конечно. А спроси, Илюх, про игру. Ага. Что в игре не прорисовало. О, Мила! Игра, компьютерная игра, вот эта на Xbox, на PlayStation, что там твой персонаж, ты не прорисована, как ты, как Мила Йовович, что мы не можем в игре посмотреть. Жалко так, не договорились, не получилось. Вот, да, вот отличный вопрос. А может, потешим? Отвечай. Почему так? Лень, подклад. Я не знаю, почему они никогда не сделали характер в видеогейме. Было бы интересно, конечно, потому что Алис когда-то имеет superpowers, когда-то нет. Сверхсила, да, у нее есть. Крутой, weapons и все такое. А уже. Было бы интересный характер. Конечно. Ребят, если у вас есть вопросы к Миле, смело задавайте и вот. У тебя есть дома в России. Ну, где-то да, потому что, я думаю, все люди здесь очень, как сказать, теплые, 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 и я чувствую себя очень хорошо, когда я прихожу, ну, где-то всегда в отеле. И много лет, когда я, мне было где-то 17-18, я остановилась с маминой подружкой. Мила Ёлович. Мила Ёлович, на Европе Плюс. 16 часов 38 минут в Москве на Европе Плюс супергость. Мила Ёлович, мы болтаем, болтаем и болтаем. Ваши вопросы кидайте на 5-5-3-3 за головок утра. Можно в видеочате. Да, это сказала Мила. Это по-русски. По-русски, да, здесь никто не темно. А вопрос был такой от наших гостей в студии. Вопрос был, чувствуете ли вы себя как дома? Мила, Мила говорит, что когда как. В России. Ну, лучше, когда я остановляюсь с друзьями. Мама имеет много друзей здесь, моя мама. Не в гостинице, а в гостях. Когда никто не знает, что ты приехала, да? Бывает такое? Да, да, да. Когда пару раз я была здесь и остановилась в квартире друзей, и все такое. И это для меня, это я люблю очень, когда you stay at a friend's house, когда у друзей остановились, да? Да, да, да. Это лучше, чем отель всегда, потому что где-то только видишь отели, и room service, и все такое. Ну, не очень вкусно, и это неудобно. Смотря какие отели, да. Ну, да, ты знаешь, много в моей жизни отелей, и когда ты можешь прийти, и кто-то угостяет тебя, ну, в реальности, это, я думаю, это будет лучше. Да, это разные вещи. Ну, для разных, разно. Давай поговорим об обители зла. Последняя глава, это самая последняя глава. Скажи честно, ты устала? А почему они говорят голова? Ну, у нас так перевели. Как называется в русском прокате? Голова как... Глава, да, как глава. Нет, это глава, а как в книге. Как в книге пишут. Глава первая, глава вторая, глава третья, глава четвертая. И по части... Да, окей. Сейчас мы выяснили, да, почему так сильно называется. Спасибо, что ты новая, я научилась. Скажи, а у тебя есть еще силы вот там дальше продолжать? Или хватит? Я очень люблю делать трюки и станс, и файк хореографии. Это для меня как... весело. Это весело, это точно. Да, все такое. Ты сама все делаешь без дублеров. Ну, в этом фильме есть Алис на моторбайке, на мотоцикле. Я не решаюсь. Спасибо, спасибо тебе за это. Я не могу. Пожалуйста, береги себя. Мы так тебя любим. Не дай бог, что ты там. Ну, ты знаешь, какие-то люди, они где-то родились быть на мотоцикле. Они... Как-то... Как-то... Очень пасширно. В любом случае. Очень страшно. И... Ну, мне страшно. Слушай, ну, я смотрел фильм, ты там несколько раз делала кувырок. Ты сама делала кувырок? Да. Ты можешь делать кувырок? Ну, no, on wires. Нет, нет, там были такие... Нет, это такое, когда тебя по полу бросают, и ты... Да? Ну, сейчас не буду делать. Сейчас не надо. Блуки не надо. Остань. Блука хорошо. Тупы разбьются. Разбьются. Нет, как сказать? Разобьются. Разобьются. Сломаются. Сломаются, спасибо. Не благодари. Просто поцелуются, да? Такие слова. Знаешь, много вопросов по поводу всего, связанного с Россией. Какие русские качества тебе нравятся в русских людях? Какая русская еда тебе нравится? Ну, пожалуйста, погрей наше эго. Поговори, какие мы хорошие. Ну, о чем вы говорите? Это мои люди. И я понимаю все... Юмор. Это, я думаю, лучший в мире. Давайте обниму. Да? Все, Леха, не обниму. Да, юмор. И, ну, конечно, пищу я люблю, но не могу всегда кушать русскую пищу. Всегда не надо, всегда не надо. Достаточно юмор. Я люблю, но, конечно, вес ставишь, потому что тяжелое. Ну, пельмени, вови, хорошие вещи. У нас холодно, нам надо есть многое и пожирнее, чтобы выживать. Может быть, это секрет. Прийти в Москве in the winter, чтобы иметь фигуру хорошую. И съесть пельмени и вареники, и все равно сбрасывать весь. Мила, ты в прекрасной физической форме. Спасибо. И расскажи, как так быстро? Ты родила второго ребенка, и тут же на съемке вот эти кувырки, все эффекты. Как так? Значит, мой муж сказал мне после съемок, что первые три недели, когда мы снимались, это были все сцены, когда зомби гонятся за мной. И я должна была бежать 10-12 часов в день. И он говорит мне, да, это было очень умно, что я сделала, потому что ты должна была еще спросить вес. И вот, первые три недели я делала, чтобы ты бежала. И это весь день бежала, бежала, бежала. Блин, думаю, ой, не могу уже. Ну, сложно после двумя детьми, kind of, get into Alice shape. Это одна вещь быть, как я есть, но, конечно... Да, да, сложно достичь формы Alice. Да, это что-то другое. Это много работы, много диета было, ой, такая скучная. Скучная, скажи. Расскажи, какая диета? Ой, спасибо. Ну да, кстати, какая диета? Да, ну, курочка такая... Вареная. Ну, pretty much. Без костей такая. Без ничего. And some grilled vegetables. И потом после где-то... Ну, я кашу кушала оатмил. Ты как спортсмен, олимпийский чемпион. Да. Много яблок. Сколько яблок я хотела, могла кушать. А в яблоках много сахара? Ну, все равно, много файбера. А, как сказать файбер. Клетчатка, да. Клетчатка. Да. И после где-то двух часов дня я перестала кушать как... Только, только raw food, как сказать, сырой пищу только кушала. Ну, если сашими и vegetables, like raw vegetables. Я могла кушать сколько raw vegetables я хотела. Сырые овощи могла скушать старые. Я хотела. Не было ними. Не было. Только не было желания тоже. Мила говорит о диете, говорит о овощах с такой радостью в глазах. Овощей можно было столько. О том, что можно было сколько хочу есть. Вот. Ну, вот что главное для меня. Если что-то делать, много делать. Если чипс хочешь, ну, так пакет есть. Если овощи, тогда, ну, блюдо вот такое. Ну, да. А если зомби, то, значит, до горизонта. Мне кажется, это проявление русской души как раз. Широта. Все по максимуму. До горизонта. Да, ну, да. Когда-то ничего, но когда-то проблемы с такой философией. Скажи, а вот там во время съемок ты говоришь, ты бежала, бежала, бежала. Ты бежала в основном на беговой дорожке? Или все-таки съемки проходили где-то в степях? Нет, там фильмы. Фильмы. Боже, мой прононсирование. Фильмы. 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 Вау. Браво. Браво. Ой, Боже. Фильмы. Как в новом мире. Самая сложная буква в русском языке. Самая сложная. Только, по-моему, для Милы, для предложения не нужна была буква «ы», потому что в фильме. Фильме. Да, в фильме. В фильме. В фильме, да. Даже уже забыла, что хотела сказать. О чем уже говорили? Ну, бежали на дорогу. А, да-да-да. Нет-нет-нет. Мы и Миле в Судной Африке нашли где-то, как сказать, 2 мили. 2 мили. 2 мили. Такой abandoned freeway. Заброшенное шоссе. Вау. Круто. И мы могли туда машины и мотоциклы и все такое. И там никого нету. И мы все закрыли. И имели 2 мили. Но я бежала. И зомби тоже бежали за мной. Ты знаешь, мы ходили 1 милю, 1 милю, 1 милю в другую сторону. Мы подбегали милю туда, потом милю в обратную сторону. Да. И, конечно, весь день такой жар. Жарко. Африка же. Да. Скажи. И бедные зомби. Бедные зомби. Смотрите, да? Потому что после столько мейкапа, простейки и все такое. Они маски. Очень сложный грим. Да. И пластические гримы и все такое. И они на этом солнце бегут, бедные. Я всегда им водичку не давала. Мы тебя хотели спросить. Зондик принесла. Сложились у тебя какие-то дружеские отношения с зомби за время съемок? Именно нотыгаешь водичку. Было очень смешно, потому что я кормила ребенка. Тоже я имела 4 месяца. И еще и кормила ребенка. Да, pretty much. Pretty much. В общем, да, да. И после, ну, мы закончили один кадр, и они что-то другое делают. Но я имею 10 минут. Я опять бегу в трейлер, где ребенок. И кормила ребенка. Но я хотела пойти на улицу, потому что жарко было что-то. И мы были на этом шансе заброшенном. Мы были на этом шансе заброшенном. И там был мост. Был мост. И оттуда трупы свисают, да, с этого масла. И я постелила такой розовенькая блэнкет, как сказать, одеяльца. И сидела под эти бодис. Под трупами. И кормила ребенок. И эти зомби за неувидение. И ой. Она розовенькая такая. Ой, какая девочка маленькая. И подходит. Интересное детство, конечно. Да, для нее вообще. Ну, это видно, что дети не смотрят на внешность. На внешность. Когда люди хорошие, они чувствуют. Слушай, а вот ты думала о том, что вот этот драйв, который ты переживала во время съемок, каким-то образом отразится вот на этой новой маленькой дочке, которая все это впитала с молоком матери, всю эту гонку съемки. Станет бегуней спортсмена. Она бегуней, как не знаю что. Ой, бежит. Ты знаешь, это правда. О! Это правда. Я даже не думала об этом. Ну да, она бежит везде. Вообще не ходит, только бежит. С этого началась моя жизнь. Да. Я пришла в эту жизнь бегом. Ну, я скажу, она очень здоровая девочка. И я думаю, потому что я кормила ее 10 месяцев. И на весь фильм я сделала, и я была очень гордая за это, потому что с первой сэвочкой я только кормила 4 месяцев. Ты знаешь, я думаю, влияется на, как сказать, на здоровье. Да, потому что она всегда болела, всегда что-то. И Дашенька, она вообще, ну если болеет, ну насморк, один день и все. Слушай, Даша ее зовут. Даша. Да, Даша. Даша. По-английски. Но мы, конечно, Дашенька. Слушай. Да, у нас еще огромное количество вопросов и потрясающие истории от Милы Йович. Мы все послушаем буквально через пару мгновений. Все в нашу видеотрансляцию на сайт европоплюс.ру. Милы Йович. Это в прошлый раз, когда... Это все, что есть, про все. Что мы делали в прошлый раз. И про тебя и твои лучи. Да, вот как раз... Да, вот эти боди, здесь боди. Да, вот как раз у тебя... А, да, я не связываю. Ты что-то в телефоне, и все. Да. Да. Да, что не можно слышать, потому что, ну, там русский перевод, что она чисто говорила с британским акцентом. С британским произношением. А почему? Ну, потому что характер, the red queen, она всегда имела акцент. Красная королева, я всегда имела британский акцент. И я даже еще в карьере не делала английский акцент. А моя дочка в семь лет. Уже сделала больше диалог, чем я. И уже сделала больше акцент. Да, британский акцент у нее там. Ты не думаешь о том, чтобы открыть твою школу похудения? Школа похудения, Милы Йович, после родов. Многие женщины... The zombie school of diet. Да, да, да. Школа диеты от зомби. Да, женщины только родили, и сразу же открываете курс Милы Йович, покупаете, регистрируетесь, и побежали. Сегодня мы бежим от зомби по Африке. Побежали, потом кормим, потом бежим. Ох, ели! Вот это будет иметь успех. Я уверен. Это уже имеет успех. Это уже смешно. Раз. А смех, знаешь, как жжет калории. Мила, у нас много вопросов от наших слушателей в видеотрансляции и в нашей социальной сети ВКонтакте. Хотелось бы поинтересоваться, Оксана Чудная спрашивает, сможет ли Мила Йович прожить на 347 долларов в месяц? Это что за 347? Откуда 347? Я не знаю, откуда такая сумма. 347 долларов. Может быть, это прожиточный минимум России? Ты знаешь... Переведенный, нет? Такая тема. Ну, я думаю, люди могут прожить на всего... на много. Еще и детей прокормить, я думаю, еще сможет. Ну, конечно, кормить детей и кушать как органик или все такое, я думаю, это не можно. Окей, другой вопрос от Ольги Владимировой. Каково было работать с корейскими коллегами? Были ли сложности в общении с Ли Джун Ки? Ой, Ли Джун Ки, он великолепный актер и тоже он, как сказать, 4th Dan martial artist. Он большой специалист по боевым искусствам. Большой специалист. 4th Dan, это специалист. А, а, 4th Dan у него. 4th Dan, он 4th Black Belt. Martial artist. И он тоже был в армии. И он такой красивенький, как девочка. Вот так. Кожа, как девочка. И такой, выглядит, как ему 18 лет. Ну, да, вот. Мы сейчас открыли в таком виде, действительно. Ну, 30, да, смотри. Вообще, кожа, как девочка. Ну, он серьезный парень. Столько сделал уже в жизни. Это для меня было, как сказать, inspiration. Вдохновило меня. Вдохновило. Да. Вдохновило. Вдох. Вдохновило, да. Да. Вот, и следующий вопрос. У нас был какой-то вопрос в эфире, да? В эфире, да. Этот вопрос подождем. Дженс, прочитай вопрос. Что, что, что? Вопросы прочитай. Какой-нибудь. Спрашивали. Ой, смотри, у тебя шарфик, какой хорошенький. Ты у меня там хорошенькая. А вон большой экран. А вот. У меня еще волосы были тогда. Выходим, пойдем. Я только что хотела спросить, кто это? Кто это? Джим, Джим, Джим. А что случилось? Подстрипся. Все хорошо. 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 Что случилось? Все нормально. На Европе Плюс. Ребят, без пяти пять уже. Мы болтаем с Милой Ёлович уже целых полчаса. И столько вопросов было задано. Бойфренд, когда я была молодая. И он имел такие кудрявые, красивые, длинные волосы. Я не знаю, почему. Ну, мне было скучно. Я не знаю. Я была дурная. Я сказала. Было очень клево, если бы ты подстриг. И он, конечно, подстриг. Клён, на, получи. Бедный. И потом все... Все, и он стал бывшим, да? Вы были все волосы, после этого никогда больше он не отрастил. Ожас. Почему вопрос этот возник? Потому что мы смотрим ролики с прошлого нашего интервью, с прошлого обеда зла, и там жемы, длинные волосы. Да, я был щелкодрявым. У Вики вопрос. Вопрос, на самом деле, не только от меня, но от пользователей портала сплетник.ру. Мила, используешь ли ты реквизит со съемок Обители Зла? Ну, может быть, там какой-то, я не знаю. Ну, а что? Ну, осталось много всего, и что же бы ты не используешь? Да, это смешно, потому что у меня в гардеробке есть столько, ну, в гардеробке, и пластиковые пистолеты, и, если ты не знал меня, ты бы думал, что это засталет? Я имею в виду, это просто засталетно. Что делает этот сумасшедший человек? Вот что можно подумать. Это немножко страшно. И я, я, мои любимые, это, эти стикс, they're called, филиппино кали стикс. Или это филиппинское какое-то орудие в виде палуб. Не мачете. Ну, нончаки, может быть, что-то в духе. Ну, не нончаки, they're cally sticks. Они специальные, как сказать, стикс. Палки. Палки. И they're made out of dead wood, like petrified wood. Сделаны из окаменелого такого дерева. Да, it's as hard as steel. Твердо, как сталь вещь. Да. И я сплю, и они... Серьезно? Под кровати. Зачем? Ну, это материнский стилк. Я не знаю, я все... Когда я иду в лифт, я смотрю, how high the ceiling is. I keep thinking, как сбежать, как сбежать. Я смотрю, где выход, как сбежать. Да, я уже... Trust me, я уже знаю. Понятно, я сразу... Я поняла такую вещь, что... An emergency comes up. В случае опасности, если что, вдруг... Я знаю, что делать. Нет, я поняла такую вещь, что если едешь на необитаемый остров, не надо с собой ничего брать, надо брать Милу, и она там решит все вопросы. Ну да, что, как наловить рыбу, все что угодно. Но ты погрузилась благодаря фильму, да, вот в такое настроение? Ты знаешь, я думаю, когда я сделала пятый элемент, это был первый раз, что я где-то знала, что я очень люблю делать штун-то и трюки, и the fight choreography, the training. У нас специально тренировалась для того, что для сцен. Да, видела, что я любовь имею для этого. Каждый Новый год пятый элемент показывают у нас по телевидению. Каждый Новый год я его смотрю. Ты его смотрю. Мы все странные любим, конечно. Конечно, Мила, вопрос от слушателей, как ты общаешься, какие отношения у тебя с поклонниками, можно ли тебе написать куда-то в директ, попереписываться с тобой. Директ? Что, на e-mail? Ну, e-mail. Да, мой e-mail адрес есть. Ты готов? Записывайте. Адрес моей электронной почты, пожалуйста. Боже, даже не знаю. Кто бы кто-то отправил заявку? К кому нужно отправить письмо. К Sony Pictures, да. Я имею в виду, я очень дружелюбная с людьми. Я очень дружелюбная. Это слышно. Но я не думаю, что я не дам свой личный адрес все-таки не дам, извините. Если тебя встретили на улице, ты дашь автограф? Ну, конечно, конечно. Ты знаешь, только пару раз, что я не дала, это я была сама, и была где-то группа ребятах. И мне было немножко страшно, потому что есть 8-10 ребят. А-а-а, обитец зла. Можно фотографию. Они немножко тронят, ну, обнимают и все такое. Ну, я не знаю тебя, зачем ты обнимаешь меня? Странно. Это от большой любви. Тебя все любят. Понимаешь, ты нас не знаешь, мы-то тебя знаем. Это один, если это девочки, я всегда, но когда группа ребятах, это немножко страшно. Друзья, вы не поверите, к большому сожалению, наше время вышло. Мы сейчас будем прощаться, милая, с тобой, но мы надеемся и уверены, что это ненадолго. И мы увидимся когда-нибудь еще. Ну, спасибо большое, ребята. И я очень быстро, я очень быстро, как могла, сюда бежала для вас. Спасибо тебе большое. Мы тебя любим, ты супер. Спасибо. Ваши лайки, ваши лайки. Спасибо, ребята. Удачи, мы сейчас пойдем все смотреть «Обитец зла» последней главы в кинотеатре. Приезжай еще. Мила Йовович на Европе Плюс. Счастливо, помимо. Друзья, друзья, сейчас в инстаграм Европе Плюс там будет конкурс, где можно выиграть аж три плаката с автографом Милы Йовович. Обладать, друзья, быстрее. Джем Илья и Вики, счастливо. Пока. Пока, ребята. Пока. В Москве 17-0-0. Моя прелесть. Спасибо. Да? Моя прелесть. Рома, можешь нас сходить? Мы так сияем. Мы так сияем. Мы просто сияем. Мы так сияем. Наши слушатели исчезли. 11 лет. Еееее. Узбаю. Иван. Рома начинал. Спасибо, ребята. Я так сияю. Более мы сегодня. Субтитры делал DimaTorzok